Дорогие друзья, у нас в Шаббат начинается месяц Ниссан, что означает, что совсем скоро праздник Песах. И давайте вместе готовиться к этому празднику. Итак, в пасхальную ночь мы все с вами будем пить 4 бокала вина. Спрашивает Талмуд, откуда мы знаем, что нужно пить 4 бокала вина? И Талмуд отвечает несколько разных ответов, один из которых, что мы учим 4 бокала вина из истории со снами, которую Йосеф разгадывает министром фараона. А что там было, мы все помним. Был министр Виночерпий, был министр Пекарь, и они провинились перед фараоном, и он их кидает в яму, в тюрьму, где там же находится и Йосеф, и им снятся сны. И так Виночерпию снится сон, как он будет приносить снова в скором времени, фараону будет бокал с вином снова приносить, он вернется на службу к фараону, и вот этот бокал с вином он будет подавать своему господину фараону. Говорит ему Йосеф, так и случится, то, что тебе приснилось, это все сбудется, ты выйдешь из тюрьмы, и ты благополучно вернешься на службу к царю, к фараону, и будешь ему снова приносить бокал с вином. Пекарь, которому снилось, что у него корзина на голове с хлебами, из которой вот кушают птички, он ему сказал, ты, к сожалению, на работу не вернешься, тебя в скором времени казнят. И сбылось то, что он сказал виночерпию, и сбылось то, что сказал Йосеф пекарю, то, что он им сказал, так и все случилось. Говорит нам Талмуд, что в сне виночерпия, он, когда рассказывает Йосефу свой сон, он четыре раза говорит бокал с вином, и раз он четыре раза говорит бокал с вином, отсюда мы учим, что нужно пить четыре бокала вина в пасхальную ночь. И это немножко непонятно, почему мы учим четыре бокала с вином заповедь в пасхальную ночь, из-за того, что четыре раза упомянул бокал с вином вот этот виночерпий. Какая же здесь тут связь? Какая связь? По-простому, связь очевидная, ведь египетское рабство начинается с того, что Йосеф спускается в Египет, он попадает в тюрьму, и как фараон узнает прав про Йосефа? Потому что эти вот два министра, которым чудесным образом разгадал Йосеф сон, они, вот этот виночерпий, который остался в живых, он доложил фараону, что есть такой вот человек, который знает сны, и Йосеф попадает к фараону, становится его заместителем, и так спускается семья Якова из-за Йосефа в Египет, и так, собственно говоря, начинается египетское рабство. Поэтому по-простому можно легко понять, что из-за того, что египетское рабство началось с этого виночерпия, со сна фараона, он ему снится сон, Йосеф разгадывает сон, Йосеф становится заместителем фараона в Египте, из-за того, что Йосеф становится заместителем фараона в Египте, семья Йосефа спускается в Египет, и так начинается рабство. То есть все понятно. Поэтому Талмуд говорит, что пей четыре бокала с вином. Какой источник? Потому что вот египетское рабство началось с вот этих вот событий, с этого сна виночерпия, в котором указывается четыре бокала вина. Все понятно. Теперь я бы хотел вам сказать более такое глубокое вот такое вот объяснение, почему именно из-за этого сна, в котором указывается четыре бокала с вином, мы должны с вами пить в паскальную ночь четыре бокала вина. Это более такое глубокое объяснение. Ведь объясняют нам мудрецы так. Откуда Йосеф знает, как он увидел, что вот этот виночерпий вернется на свою службу фараону, а пекаря убьют? Где он-то увидел в этих снах? Где ему был намек в этих снах? А говорят нам мудрецы, что виночерпию, что ему снилось? Ему снилось, что он вернется на работу. И он рассказывает Йосефу, я помню, мне приснился сон, и так все хорошо было. Я вернусь на свою службу фараону, которую я так люблю, и я так этого хочу. И говорит ему фараон, и говорит ему Йосеф, раз ты так сильно хочешь вернуться на свою работу к фараону, ты точно вернешься, это твоя разгадка сна. Что же снилось пекарю? Ему не снилось, что он вернется обратно на службу к фараону. Ему просто снилось, как птицы кушают хлеба. И говорит ему фараон, раз ты, в отличие от своего коллеги, не хочешь вернуться, тебя убьют. Именно здесь Йосеф увидел разгадку этих снов. Ведь в виночерпии, где ты находишься? Ты находишься в яме, ты находишься в тюрьме, и ты все равно хочешь вернуться к своему царю, и ему служить, значит точно это с тобой случится. И что? Именно поэтому говорит Талмуд, пейте четыре бокала вина. А где написано в Торе, что вот намек на эти четыре бокала вина? А намек написан в этом сне виночерпия. Что этим хотела сказать Тора? Тора хотела нам сказать, когда вы будете выполнять заповедь, пить четыре бокала с вином, вспомните про сон этого виночерпия. Человека, который находился в тюрьме, находился в яме, и все равно всеми силами, ему прямо снилось во сне, как он вернется на свою работу. Он не терял надежды, и его мечта была вернуться на работу к царю. Говорят нам наши мудрецы, и в этом заключается более глубокое понимание того, что сказал Иерусалимский Талмуд. А он нам сказал, что вот источник этой заповеди, где мы ее учим из письменной Торы, вот в письменной Торе написано четыре раза бокала с вином в этом сне. Почему так? Потому что когда мы пьем четыре бокала с вином в пасхальную ночь, мы должны вспомнить, что точно так же, как тот виночерпий не терял надежды вернуться к царю, мы тоже, где бы мы ни находились, в египетском изгнании, в других тяжелых ситуациях, мы всегда должны иметь вот это вот сильнейшее желание служить царю, быть с Богом на связи. И именно вот в этом заключается вот то, что сказал нам Талмуд. «Пейте четыре бокала вина», откуда мы это учим и где Тора на этом, вот на это нам намекает, в истории свиночерпием, чтобы когда мы с вами собрались, дай Бог, уже скоро в пасхальную ночь и выполняли заповедь «четыре бокала вина», мы всегда помнили, что где бы мы ни находились и что бы с нами ни происходило, всегда нужно иметь мечту и сильнейшее желание, рацион, быть со Всевышним и служить нашему царю. Вот я хотел с вами поделиться этими двумя объяснениями, почему «четыре бокала вина» мы учим и сна свиночерпием, либо по-простому, потому что вот с этого сна свиночерпием началось вот эти вот события египетские, египетское изгнание, египетское рабство началось вот с этих событий. Это простое объяснение. И более глубокое объяснение, что Тора хочет, чтобы мы учились у этого свиночерпием. Находясь в яме, он всегда хотел, мечтал, ему снилось, как он вернется во дворец к Творцу, и это должно быть уроком для нас. Мы всегда, где бы ни находились, и что бы с нами ни происходило, мы всегда должны хотеть быть со Всевышним, мечтать, чтобы нам прямо это все снилось. Спасибо большое за внимание, хорошего месяца Ниссана, и будем вместе готовиться к празднику Песах на портале ВАИКРА.